ну все отдаю велик я обратно накатался в товарь хватит мне катание я сегодня первый раз когда днем себе позволил часик поспать в отеле потому что жарко было очень я пришел ну как сказать вот лазил там по музею на открытом не воздухе и пришел завалился поспать в час двадцать двум часам пойду на пляж солнцепек сегодня невозможный я думаю что море уже прогрелась так урна у меня урны тут нет ну пусть есть коробочка с мусором на море и до самого вечера сегодня если что буду там спать очень жарко сегодня прям невыносимо я приехал тут никого нет него видимо обед два часа сейчас тут тоже вот но он видимо бездомный куда он облезлый здесь вот наверху видите до прокат машины любой автомобиль можете взять прокат вот из тех что нарисованы плюс вот то что здесь стоят велосипеды ну и вот эти вот на аккумуляторах штуки тут есть еще такие два колеса я уже рассказывал про них тоже на аккумуляторе и ты сидишь вот так вот полустое вот таких прокат я не вижу на них ездят люди они без номерных знаков отличие от этих этих сна эти с номерными знаками как авто автомобиль считается а с той стороны прокат стоит электромобиль такой маленький маленький вообще смешнючий смешнючий ну то есть проблем с транспортом здесь для тех кто водит нет единственное что я говорю не советовал бы брать потому что на дорогах не аккуратно очень ездят очень быстро ездит такой облысевший видать уличный код а этот хозяйский сидит ждет когда его запустят ухоженный белый и нарвала ты чё хозяйский где хозяин ну-ка позвони ка ему по вот этому номеру в прокат можно взять также детскую коляску если вы приехали без коляски ну то есть все все что душе угодно ой ну где же где же где же где же хозяин на обед похоже ушел сколько ждать не тут его хочется уже в море залезть и так хорошо поспал под кондиционером прелесть тут как всегда всякие торговые дела чё кемер гурман видимо гурм написано многие слова это с ну схожие по ним можно понять о чем они гурм вот я предполагаю что гурман да поэтому кемер гурм а ну вот магазин продовольственных товаров по-русски написано докторские сосиски по-русски украинская колбаса русановская охотничьи очень много вывесок с переводом на русский ну собственно как и во вьетнаме так вот все что есть в этом парке в том числе и дельфинарии оказывается здесь есть сегодня проезжал видел там представление шло я не люблю смотреть как дельфины прыгают если бы они прыгали в море я бы посмотрел а вот дельфинарии не люблю его вьетнаме не особо один раз посмотрел мне хватило и котиков и дельфинов мы правда не очень мне это нравится ну все велике оставил там чувака нет сказали через час только придет я оставил потом на обратном пути зайду узнаю у него чё как чё должен чё не должен по-моему он не должен и не я ему видите тут детская зона есть батутами со всякой ерундистикой ну это весь как бы парк отдыха да вот там горки на фотографиях есть водные горки с бассейном не это тоже не интересно когда есть рядом море не парковаться бесплатный парк написано free parking а бесплатная парковка господи какой парк вот насчет этих всех аттракционов я не знаю касс я не вижу возможно это тоже просто такая зона отдыха открытая открытый доступ ой как я разучился ходить уже с тем велосипедом еле хожу вот такая интересная смотрите такой же точно электро мотоцикл только сверху одет такой каркас на нем от солнца прикольная штука там еще опускаются по бокам всякие вот не удается снять вот этих вот стоячие два колеса как ездят он один раз мимо меня быстро проехал не успел включить телефон это вообще круто как детский самостоятельно эти как эти электро не знаю как назвать забыл уже тихо как они ездят сегодня пойдем по другому пути потому что парковать нам не надо велик идем сразу на пляж без обхода даже в тени здесь ветерок продавали туалет здесь сзади меня видите ой хорошо ветерок но все сейчас буду файлы грузить интернет хороший квалиста надо как-то с нашим все шаттлом съездить может быть квалиста еще какая-то есть не тут а может быть и этот там что-то на проспектах но на том что у нас в отеле нарисовано там немножко другой пляж нарисован лежаки другие может быть это просто фотографии и дошел хочет все динарные лежаки из-под деревьев утащили сейчас будем искать один бежать где у нас есть сейчас найдем работника спросим вот он идет еще одна проблема не работает интернет на пляже и причем сказали по всему пляжу не знаю не ходил не проверял но это конечно жуть я хотел поторчать в интернете получается что придется опять дома файлы грузить в отеле ну ладно будем плавать забирать что поделать бывает огорчение сонцы скоро спрячется совсем в общем нонсенс на пляже нету интернет в том числе надо было в домере спать дальше я еще не купался чуть-чуть после обеденного сна хочу еще спать у нас какие-то дискотека диджей пришел сюда позднился сегодня солнце быстро ушло там еще можно загорать сейчас поплавал с маской но песчаная рыбки маленькие плавают даже маленькие такие кампалы и одну такую длинную длинную типа рыба игла встретил маска стрёмная в ней нырять нельзя только нырнешь все вода внутрь попадает через трубку я думал смырять не можно будет казалось нет вот так вот так плавать смотреть а только нырнуло все и там еще много воздуха держит не дает занырнешь там диджея видно нет деревья мешают солнцу скоро не будет так диджея подойдет с ними а и а и и и и градусов наверно 26 27 есть и сейчас как только солнце спрячется будет темно и холодно музыка грохочная на меня не сейчас я туда подойду сейчас я живу и с и и ну и и и и и ну и и Все, эти пальмочки маленькие. Все, в моем углу нет солнца. Деревья мешают. Здесь другой диджей работает. Слышите, другая музыка орет. Очень повезло тем, кто между тем и тем диджеем. Стерео. Одним ухом слышишь одно, другим другое. Вдоль пляжа пройду. Пляж небольшой. Я думаю, он полтора километра максимум. Может быть, даже километр. Тут у нас модный диджей рейпует. Вечером будет развлекуха, видать. Это подготовка такая маленькая. Я хочу вот до того понтона дойти. Вот видите, такие вот для захода в воду, чтобы пройти по полосу вот с этими камнями. Там деревянные такие досточки и перила. Ну, они через сколько-то вот, ну, я думаю, метров пятьдесят здесь между ними. Следующий вон там аж. Наблюдательный пункт спасателя. Тут более каменистое дно. У нас там песочек, а здесь камешки. Сейчас я покажу. Здесь спускают всякие эти лодки и все. Поэтому тут такие рельсы. Видите, тут камни. Рыбка вон плавает. Блестит. Поэтому тут вот эти вот установлены штуки для спуска. Такой надувной тантон. И скользкий он, нет. Скутеры. Бананы. Моторки. Там люди готовятся, наверное, отплыть. Красная вот эта прикольная. Да, кстати, понтон-то качается. Еще скутер стоит. Где еще идут? Садится, да? Давай, давай, давай. Лодки. Там фотограф зазывает. Вот на таких пленах можно кататься. Как не грохнуться бы. Качают на понтоне. А то вместе с фотиком улечут. Сейчас поплывут, отталкивают их. Забурлила водичка. Ой, что-то это все тапочки тут оставили. Их не смоют тапки. Ой, тут понтон чем дальше, тем больше качается. Мне бы не грохнуться. Все, поехали веселиться. И вот эти яхты прогулочные, что стоят. И вот там вот мачтовые корабли. Это все можно, были бабки. Все можно оплатить и прокатиться. Блин, никогда на таком понтоне не стоял. Качает как его. Он весь как гусеница извивается. Там уже теневая сторона. Ладно, идем. А, надо сходить в понтон, кстати, вот отсюда. Кстати, вот на какой глубине и видно дно. Рыбком видно, как плавает. Диджеи создают неповторимую смесь жанров и направлений. Тут вон в этом. У спасателей, по-моему, там вообще другая музыка играет. Видите, как понтон весь ходуном ходит. Ну, прикольная штука, кстати. Как надувные бачки. И между ними вот крепежки круглые вот эти. Все, солнце в тучи заходит. Красота закончилась. Ну, такой вот пляж. Вот смотрите, цены. Скутер одна персона, 10 минут, 55 долларов, 50 евро. Ну, вот все, что я снимаю. Можете, ой, на замедленном посмотреть. Ну, в общем, все от 30 долларов и до 150. А, даже 300 есть. Приват. Короче, если вдвоем поплыли, 300 долларов заплатили и на лодке поплыли. Спасибо большое. Пожалуйста. Если что, я буду хорошо искать. Вот здесь такая типа лодочная станция или как назвать, не знаю. Здесь вот прокат, вот это вот все можно взять. И прокатиться на любом вот из этих, на любой из этих штук. Мне за рекламу сказали, скидку сделают. За то, что я их рекламирую. Не, ну, дорого все, вы видите, да? Не дешево. Даже скутер взять, 50 долларов, на одну персону. Ладно, идем, а то там наши шмутки брошены. Это мы слышим еще не нашего диджея. Ой, ветер поднялся. А, кстати, солнца уже нет, уже прохладно. Можно собираться. Что-то, как-то, я говорю, поздно сегодня пришел. Отдал за лежак 500 рублей. И особо-то и не лежал на нем. Ну, ладно. Моя наим из Вова. Почти со спалком. Я прикрутил тут, что у меня болтается. Треногу прикрутила, она в линчесток. Наш еще диджей далеко. И все время телефон наклоняется как-то странно. У него сбивается магнитное поле земли. Он же как-то центруется. Какой-то там этот есть. А вот уже музыка нашего диджея. Что-то я весь от соли зачесался. Все уже темнеет. Плохо уже смотрится. Картинка уже вижу. А все, наверное, собственно, душ я здесь не хочу принимать. Он очень холодный. Вот это парковая зона. Я тут уже погулял с камерой, не помню. Сейчас к вечеру тут набьется народу. Будут ужинать, слушать музыку и шум прибоя. Впрочем, который слышно не будет. Море тут вообще не слышно. Куалистан. Иду босиком, пока не обсохли ноги. С интернетом, конечно, меня прям сегодня лажанули. Я надеялся, тут все остаточные файлы слить. Тут кальяны какие-то, наверное, курят. Что-то дымит. Там детская развлекуха. Там батуты. Вон, ребятня прыгает. Виртуальная реальность. Видите? В кабинку встаешь. И вот этот парень тебя пугает. Там детские автоматы всякие. Через тот выход сейчас выйду. Это у меня далеко будет идти. Чем ближе к порту, тем дальше я от своего отеля. Вот он, типа аквапарковая зона. Бассейн. Не понимаю, около моря бассейн. Так только по фото, да, ну в горок вон народ катается. Не, я со своим весом на горках не рискну. Блин, шлепки. Тут платно лежак. Также платишь, оплачиваешь. Там такие горки. Все это рядом с морем. В общем-то, в Ничанге тоже самое есть. Городской бассейн совсем рядом с морем. Туалеты на каждом углу. Со всех сторон музыка разная. Вы думаете, только в России осень? Посмотрите. Листва. Вот вам осень настала. Листья похожи на тополиные, кстати. Ой, тополиные эти, кленовые. Травка какая-то, как резка. Вот так вот травка. Осень пришла. Хороши в саду цветочки. Фактически наши лютики, да? Еще чуть-чуть, как колокольчики пьет. Солнышко еще чуть-чуть светит. Вот дельфинарии, типа дельфин парк. Там по каким-то определенным часам идет шоу. Тут еще солнышко светит. А, ну, выглянула, тучки прошли. Тут туалеты тоже. Видите, здесь стоят такие штуки. Не знаю, как ей пользоваться, кстати. Надавить просто. Ну да, она просто жижу дает какую-то, ну, типа для рук. Дезинфекция. Хлоркой воняет. Там что-то такое. Сколько раз тут проходил, проезжал, но вот именно по этим проукам не ходил. Тоже какое-то тут шоу, наверное. По крайней мере, так нарисовано все. Тут торговые ряды все закрываются. Короче, мне надо идти по поводу велосипеда, а то я его оставил, бросил тут ларьки. Так, и уже хочется перекусить что-нибудь. Или по пути купить мороженку. Короче, за проткнутую шину мне ее показали. Показали даже этот шипик, которым я проткнул. Ну, это ж не доказательство как бы. Ну, ладно, хрен с ним. 40 лир отдал, 400 рублей. Но он мне дал в подарок гранат. Сказал, что я ему брат. И еще грецких орехов накидал. А я тут купил клубнику за 2 доллара. Ну, сколько там грамм, не знаю, грамм 200, может быть. Ну, клубника не сильно, я могу сказать, вкусная. Даже недоспевшая немножко. Так что вот так. Гранаты, блин, чувствую, я их не сожру. У меня там еще 3 граната лежит. Я очень люблю гранаты, но... Что-то как-то, когда вокруг еще другое поесть, как-то и не до гранатов. И финики я люблю. Свежие, как оказалось. Пока иду кучей кошек. Собак стерилизует, у них на ушах там метки. Окошки, видимо, множатся, размножаются. Такие разговорчивые, на кискис отвлекаются, да? Откликаются. Но чесаться не надо, обмой телефон. Они тут гуляют везде. Мамы моей нет. Она бы бегала в магазин, покупала бы им рыбку и кормила бы их. Мне, правда, нечего. Эту клубнику я всю сожрал. 2 доллара за 5 минут. Вот прокат машин, пожалуйста. Видите, машинки какие можно взять, прокат. Вон финиковая пальма, видно, вон финики висят. Все цветет. Это когда парковая зона просто. С тренажерами, с детскими какими-то. Ой, какой цветовый, сик красивый. А там на дереве какие-то фиолетовые. Фиолет, стукни по нему, он станет фиолетовый. Красивый. Сейчас мы спутаем. Видите, вон финики висят. А вот на этом дереве какие-то фиолетовые цветы. О, господи, первый раз птицу слышу. И это птица-ворона. Вот такая парковая зона здесь. С пальмами финиковыми. И цветущими деревьями. И тоже везде листва. Смотрите, осень. 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 Ой, какие-то плоды даже, смотрите. Рябина. Рябина кудряная. Все напоминает мне о родине. Все. Только что растет эта рябина на кустарнике. Против солнца плохо видно. Все дерево цветет. Там опять какие-то синие кустарники. Надо все цветет. В октябре месяце. Финиковые пальмы. Вон они, финики. Видите? А потом они начинают коричневеть. Слушайте, они на голову. Вот такую вязанку взять. И хватит на весь отдых их жевать. Да-да, это финики. Красивые такие. Желтые, яркие. А тут какие-то тоже висят засохшие уже плоды. Как горох какие-то. Против солнца идем. Поэтому темно. Паплюсь. На улице светлый. Буду ножками ходить. Все. Хватит. Накатался. Иду к отелю. Все. Привыкаю ходить ножками, а не ездить на велосипеде. И я вот сейчас немножко по-другому буду срезать. Буду смотреть, где улицы есть. Велик со всем ремонтом. С оплатой разбитого фонарика, который у меня отвалился и разбился. Ну, там откололась просто хрень. Он с меня взял в рублях полторы тысячи. Короче, мне все вышло почти в пятак. Представляете? Аренда велика на пять дней мне вышла в пять тысяч. По тысяче в день. Я байк за такие деньги, самый крутой, в этом самом, в Ничанге брал. Он мне как раз обходился там от 800 до 1000 рублей в сутки. А тут мне велик востока обошелся. Вот и прикидываете расценки здесь. Так, где же тут перейти-то можно? Мне вон потом уже было по-моему улице идти. Сейчас я тут проскочу. Тут вроде как переход есть. Вот такие горы вокруг нас. Видите? Прямо с одной стороны море, а с другой стороны горы. Они и дальше идут. Просто там за домами уже их не видно. Красиво. Ничего не скажу. Красиво. Я иду, зашел, значит, на стоянку. Вижу много машин, а потом понимаю, что это все автолавки стоят за домом. А там торговые ряды и все. Это все рынок импровизированный. Представляете? Вон оно все. У них какие-то есть места, где такие рынки импровизированные делают. Так, как мне туда на рынок попасть? У меня денег-то с собой нет нифига. Я и не думал, что я на рынок могу попасть. Может быть, я пройду там? Нет. Конечно, мне сейчас не до рынка. Может, они каждый день тут и стоят? Я первый раз тут просто иду по этой дороге. Да, сейчас не буду никуда заходить. Иду в отель. Что-то опять солнце выглянуло, жарко стало. Собственно, этот рынок импровизированный, который с той стороны выглядит, как просто стоящие автолавки. Все торгуются. Вот здесь вот уже торгуются. Долларов, ценных 7 долларов. Так, я даже дальше не пойду. А то я отхожу от отеля. В общем, туристы однерусские тут ходят. Там еще второй ряд, там еще третий, четвертый. Ой, их тут, короче, полно. Нифига себе, огромный рынок. Мыло по одному доллару. У них любимая цена 1 доллар. Вообще на все. Там доллар, там доллар и два. И вот пять, видите. Фу, тут воняет так этими тканями, воняет этими красками. Ага, это кожей воняет. Да, кожей воняет. Русские сюда шопятся, приезжают. Может быть, там и рынок такой не совсем ширпотребовский. Потому что, в принципе, это турецкие товары. Они нормального качества. Солнышко еще пока в облаках. Еще за тучи, ой, за горы не зашло. Для меня этот район новый, потому что я тут никогда не ездил на велике. Ну, примерно направление отеля знаю. А так вообще еще теряюсь, не понимаю. Так, нет, мой отель вон там. Что-то я куда-то отклоняюсь опять, нормально. Потому что я по горе, по нашей, ориентируюсь. У меня ее сбоку как раз видно из отеля. Видите, какая она? Местами лысая, там как раз эти смотровые. Опять ворона пролетела. Кошек везде полно. Вот я иду, везде кошки, 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 кошки. Вот подходы к моему отелю, знакомая улица. Это вот как раз центровая улица. С одной стороны туристическое агентство, с другой стороны супермаркет. Ну, мини-маркет. И вот она, центральная улица, туда пошла. Центр Кемера. Кемера. Кемера, Кемера. Светофора у нас тут нет. Вообще обычно стоят светофоры. На байке кто-то несется. Вот он, мини-маркет наш. В котором я втариваюсь. И там вот уже видно мой отель. Тоже прокат вот есть. Если прокат брать, так вот здесь у меня вот этих тележек. Ну, блин, они мелкие. Не хочу. Да еще и деньги. 4 доллара в час. Вот они гранаты весят. Видите? Вот они. Они аж полопались, смотрите. Раскрылись. Семена выпадают из них. Не знаю, там видно нет. Раскрытый. Спелый банан. Это лопнувший банан. На рынке тоже продают лопнувшие бананы. Ой, какие бананы. Господи, гранаты. Вот прямо по курсу. С левой стороны первый корпус нашего отеля. Это апельсины, которые они называют мандаринами. Ну, это сорт зеленых мандаринов у них называется. Они вот такие немножко желто-зеленые. Так, видите? Вон он отель мой торчит. Натурелла. Да, далековато он от моря пешком. Когда на велике, то норм. А когда не на велике, то не норм. Совсем не норм. Ну, ладно, буду гулять. Прогулки полезны. Просто по жаркому солнцу будет жарко идти. Вот он отель наш. Из-за светлого неба, темный отель, кажется. На самом-то деле, они вообще поворотники не включают. У них это в правилах не прописано, что ли. Фух. По ступенькам пройду. С вами никогда не ходил тут с видео. Вообще не включают поворотники. Да дырь какая-то. Жарко. Видите, лоза виноградная на ограждении. На мой стедикам все так смотрят. Слушайте, ни у кого нет стедикама. Здесь не... Один раз видел у девочки на заброшке. У нее кшен-камера была на стедике. Вот наш бассейн. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...